Русский Малкик США и Россия на Донбассе учатся воевать друг с другом. 31. 2015-16 Две Дмитрий Сапожников Мне вообще кажется, есть какой-нибудь секретный договор между Россией, Евросоюзом и США о том, что они друг друга не пытаются вычислить. Ведь если бы ЭС или США хотели уличить Россию в том, что ее подразделение находится здесь, я думаю, это было бы легко сделать. Они просто взяли бы, сфотографировали технику и все. Но они этого не делают, закрывают глаза. А россияне, в свою очередь, закрывают глаза на присутствие американских и европейских военных с украинской стороны. BBC А вы видели сами этих американцев и европейцев здесь? Много их. ДС, конечно. Когда брали Дебальцева, было взято в плен порядка 300 иностранных военных, проверить эту информацию не удалось. Ред. Американцы, европейцы. Большинство из них снайперы. Инструкторов очень много. У нас инструкторы в основном российские военные, а у них, естественно, западные. Несмотря на то, что это не полжевые BBC, герой интервью вроде бы не выдуманный персонаж, а реальный доброволец из Петербурга, ставший спецназовцем ДНР, в целом интервью очень познавательное и приличное. Не побрезгуйте. А в приведенной мною цитате высказывается и вовсе очень важная мысль, которая давно мне кажется верной. Договор не договор, но негласное соглашение Непалит присутствия военных с обеих сторон наверняка существует у США и России. В смысле, говорить можно что угодно, но без официальных подтверждений. Иначе трудно объяснить, как при современных средствах наблюдения ни мы, ни они ничего до сих пор не показали при довольно серьезном контингенте, задействованном в конфликте на Донбассе. О пленных на Атовцах упоминалось неоднократно, но все неофициально. А вспомните наших солдат, которых Порошенко отпустил без малейшего писка. И потом только и мог, что трясти непонятными паспортами. Присутствие американских и российских инструкторов и даже засветка генералов, российского Ленцова как участника группы по контролю и координации, американского Бена Хаджеса как официально награждавшего украинского карателя. И это не шутки, это серьезные фигуры в военных машинах обеих стран. Все это вроде как не секрет. Но не афишируется и не имеет четких доказательств. И правильно. Потому что сейчас на землях Донбасса, а шире, на Украине, идет, по сути, отработка сценария непосредственного столкновения российской и американской армии в локальных столкновениях. По большому счету, давняя уверенность, что никто из сторон не осмелится нажать ядерную кнопку, привело к ситуации, когда прямое столкновение американских и российских военных в ограниченном составе с использованием украинцев фактически является вполне допустимым. И уже реальным фактом. Отрицать который бессмысленно. К огромному сожалению, происходит это на исторически русской земле, а не где-то подаль. Почему нельзя сравнивать эту войну с войной в Испании? Ну и военные мощности, не считая я, у нас с США в таком соотношении, что вполне понятно, почему бои идут на Донбассе, а не в Канаде. Американцы готовятся к широкомасштабному наступлению на Россию путем серии локальных конфликтов на границе. И Новороссия служит полигоном, на котором обе стороны пробывают свои силы и прицениваются друг к другу. Украинцы, которые идут воевать против России, используются как пушечная меса. Добровольцы участвуют как важное дополнение к ударным российским частям. Кто знает, может, попробовать силы русского оружия на Донбассе американцы не посмеют сунуться в другие регионы. РМ. Украина. Армия. США. Донбасс. Война. Россия. Leave a comment. Read comments. 21. 21. 21. 21. 21.